Привет! Ты смотришь свежий улын от Агромании с Дашей Бунтиной. Предлагаю сразу переходить к новостям, но ты не забудь, в конце будет разбор комментариев, пока подпишись, поставь лайк, ну и прочие дела. Сегодня мы обсудим, во-первых, DLC для Atomic Heart, ремейк Принца Перси и Warhammer Space Marine 2. Не знаю, готов ты там или нет, в общем, начинаем. Итак, авторы Atomic Heart выпустили тизер следующего расширения. События развернутся в лимбо, из которого герой будет пытаться вырываться. Разработчики напомнили, что это место живет по своим безумным правилам, связанным в одну экосистему. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Судя по ролику, авторы вернут образ зайчика, а также заставят избегать множества препятствий. Также они пообещали добавить новое уникальное оружие. Но что гораздо интереснее, так это сюжет. Второе дополнение расскажет о случившемся после длинной концовки. Ранние разработчики сообщали о том, что именно она является каноничной. О новых приключениях майора Нечаева мы сможем узнать этой зимой. Пользователи Steam из Турции и Аргентины начали отказываться от магазина. И причина в том, что площадка заменила региональные валюты на доллары. Игроки ожидали подорожания игр, но в некоторых случаях оно превзошло даже самые негативные прогнозы. Шестая цивилизация вообще поставила антирекорд. Стоимость выросла почти на 4300%. Вы вообще вдумаетесь в эти цифры? Геймеры уже составили таблицу изменения цен. Многие пишут о том, что теперь покупать игры крайне невыгодно. Поэтому выход только один. Пиратство. Мне пиратская жизнь по душе. Пользователи не винят Steam в данной ситуации. Больше всего они недовольны издателями, которые не стали конвертировать ценники с учетом региональных особенностей. На фоне этого издевательски выглядит начало осенней распродажи в Steam. Вместе с ней открылось голосование за лучшие игры этого года. Ремейк «Принца Персии. Пески времени» все еще жив. Работы над игрой продолжаются, и совсем недавно ей удалось преодолеть очередной этап разработки. К сожалению, подробностей об этом нет, но в качестве компенсации игрокам показали несколько ранних артов оригинальной игры. Это выглядит как намек на то, что ремейк продвинулся дальше проработки концепта. Напомню, игру анонсировали около двух лет назад. Но фанаты раскритиковали проект за его внешний вид. А вскоре выяснилось, что цельного приключения нет. У индийской команды разработчиков были готовы лишь отдельные элементы. Было принято решение отдать проект со всеми наработками авторам оригинала студии Ubisoft Montreal. В мае этого года она сообщила о полном перезапуске игры. Игры прекрасны тем, что дарят свободу и возможность сделать то, что хочешь. Именно такие ощущения создает Case for Gamers. Площадка, на которой в эпоху санкций доступно множество современных игр. Сайт максимально интуитивный. Здесь легко отыскать все, что только захочешь. А самое приятное, что любая покупка не тратит твое драгоценное время. Для оплаты есть куча способов. От банковских карт и киви до крипты и перфект мани. Case for Gamers бережет твои данные и заботится о твоем уюте. Здесь ты легко найдешь выгодную цену, ведь на площадке сидят разные продавцы со своими акциями и условиями. И если у тебя возникнут вопросы, русскоязычная поддержка готова помочь в любое время. В описании ролика спрятан эксклюзивный промокод от игромании на скидку в 20%. Переходи по ссылке в описании и примени его по назначению. Разработчики Escape from Tarkov Arena отказались от микротранзакций. По словам авторов, они против тенденции добавлять микроплатежи. И это очень добрая новость. Однако шутер все же должен монетизироваться, чтобы приносить деньги за старания студии. Пока что разработчики не придумали, как этого достичь. Вероятнее всего, у игры будут сезонные обновления, которые сопроводят платными боевыми пропусками. То весьма логично. Заодно авторы уверены, что оригинальный шутер и арена будут самостоятельными проектами, дополняющими друг друга. Ведь обе игры предлагают разный опыт и игровой процесс. Новый проект сконцентрировался на стрельбе, отказавшись от множества других механик. Такое упрощение поможет привлечь дополнительную аудиторию, ранее не игравшую в Escape from Tarkov. Похоже, авторы Fortnite очень любят судиться с другими компаниями. Epic Games подавала в суд на Apple, Google и даже собиралась бодаться с PlayStation. А причина проста. Разработчики хотели любыми силами добиться кроссплея на консолях Sony. Авторы игры открыто признавались в том, что готовы прибегнуть к любым методам. Ситуация разворачивалась пять лет назад. И до суда так и не дошло. PlayStation уступила и открыла сражения с пользователями других платформ. Более того, со временем отношения компаний улучшились и стали намного теснее. У Sony есть часть акций Epic Games, а ее музыкальное подразделение помогало с проведением мероприятий в Fortnite. Если компании удалось мирно разойтись с Epic Games, то избежать иска от британских игроков не получилось. Sony обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Она якобы использовала его для завышения цен на игры и другой контент в PlayStation. Отмечается, что только за последние шесть лет переплата составила около пяти миллиардов фунтов стерлингов. На стороне игроков выступает правозащитник Алекс Нил. По его оценке, это дело станет первым шагом к справедливым ценам. Но регулирование может растянуться на несколько лет. «Симпсоны» и «Хит энд Ран» могла получить несколько продолжений. Оригинальное приключение точно отложилось в памяти геймеров старше 20 лет. Ни одна другая игра не давала побегать по Спрингфилду, управляя героями знаменитого мультсериала. Недавно один энтузиаст даже сделал собственный ремейк на Unreal Engine, но из-за авторских прав не смог его опубликовать. Оказывается, разработчики не собирались останавливаться на достигнутом и трудились над сиквелом. Планировалось расширить множество оригинальных механик. Например, авторы создали документ, куда записывали идеи для улучшения транспорта и вождения. А для работы над сюжетом было придумано около 12 разных вариантов. Но издатель решил прекратить сотрудничество, а потому все разработки были прекращены. Это решение не поняли тогда и не понимают сейчас. Абсолютно все авторы были и остаются уверены в успехе игр по «Симпсонам». Признавайтесь, кто из вас играл в «Симпсонов» в «Хит энд Ран»? Российский инди-хоррор Unforgotten обзавелся первым трейлером. В игре от первого лица расскажут о студенте, журналисте, ищущем свою пропавшую подругу. Ее исчезновение как-то связано с сибирской глубинкой, в которой собрались странные жители. Судя по всему, они поклоняются таинственным северным богам леса. Но узнать о них подробнее можно только в том случае, если погрузиться в быт культистов. Разработчики обещают нелинейную историю, в которой игроки предстанут перед множеством непростых решений. Они повлияют не только на отношения героя с другими персонажами, но и на его человечность. Как далеко он готов зайти ради спасения своей подруги? Ответ на этот вопрос мы узнаем только в следующем году. Но проект уже доступен в Steam, и его можно добавить в список желаемого. Итак, с ворохом крупных новостей мы расправились. Можно их переложить. Ну а теперь переходим к блиц новостям. Вторая часть Warhammer Space Marine выйдет во второй половине следующего года. Точную дату релиза озвучат в декабре. Возможно, на The Game Awards. В студии понадобилось дополнительное время на полировку экшена, в котором игроки будут бороться с тиранидами. Bungie представила кроссовер Destiny 2 и Ведьмака. Событие пройдет в сезоне «Желание», которое стартует 28 ноября. Подробностей пока нет, но игроки получат много косметических предметов. Пока можно заценить только внешний вид брони. Вышло пятое дополнение для последней части под Finder. В Steam за него просят чуть меньше 370 рублей. Расширение «Властелин. Ничего» добавило кучи нововведений и завершило сюжетную линию из DLC «Шаги по пеплу». Valve обрадовала многих фанатов Dota 2. Уже в декабре игроков ждет возвращение ивента «Холодрыжество». С чем на этот раз столкнутся герои, неизвестно. Зато авторы пообещали массу украшений, нововведений и сюрпризов. Ну что, а теперь время пообщаться. Во-первых, у нас с вами есть те, кто действительно ждут продолжения сиквела «Подземелья и драконы». Вот здесь сейчас появится комментарий. Дальше нас поблагодарили. Ну, это тебе большое спасибо. А, и человек поиграл в масс-эффект. Но это круто, мне кажется, когда хватает времени и поиграть, и при этом еще и с позитивом написать нам сообщение. Дальше. Новости про киберпанк классные, порадовали молодцы. Да наша жизнь, это вообще смысл тебя радовать? Ты что, шутишь? А тут еще и киберпанк, все совпало. Дальше человек потихоньку проходит «Человек-паук-2». Ну, потому что работа вахтами, да, это действительно сложно. И тут не буду делать вид, что я тебя понимаю. Просто, что я могу сказать? Здорово, что получается совмещать. А вот ты на выходные лепил пельмени. Слушай, ну хорошо, что ты их поел, ну как бы всех раздразнил. Что теперь делать? Не знаю, пойду хинкали, поем что ли, а то совсем грустно стало. Отпуск закончился. Не умеет перематывать человек время. Где мой отпуск? Где мой отпуск? А еще человек хочет бакулавра, диплом. Где такой дают? Все, шутки в сторону. Выпуск у нас подошел к концу. Смотри обязательно завтра, в четверг. Не пропусти. И, конечно, пока-пока.